Всем привет! Недавно готовили картошку с овощами. Вот, захотелось еще раз такую же картошечку приготовить. Вот, называется она Рататуй, насколько я знаю, но у нас нет в этот раз болгарского перца. Вот, мы не нашли хороший, поэтому у нас здесь картошка, лучок и баклажан. Вот так вот все чередуется, так вот красивенько это все выглядит. Вот, и сейчас еще помидорку я дорежу сюда, тоже сюда вот так вот разложу. Вот, сейчас хочу, нет, наверное, сначала я сейчас помидорку выложу, а потом нужно будет посолить, поперчить. И тут у меня еще есть майонезик, который мы всем это будем делаем, заливать. Так, все, по кругу. Так, еще добавила помидорку. Теперь добавляем соль. Можно хорошо все это делать, там, обильненько посолить. На дно я налила еще немножко водички, чтобы картошка не пригорела и немножко так протушилась. Вот, плюс еще масло внизу добавила. Так, теперь добавляем еще перчик, и теперь можно смело это все заливать майонезиком. Так, вот так вот обильненько заливаем майонезом. И теперь при помощи ложки все это нужно размазать. Так, все это ложкой вот так вот замазываем, покрываем. Кстати, видела еще делают такую как заправку из томатной пасты и чеснока. Думаю, это тоже безумно вкусно. Вот, но нам пока нравится так. Потом, когда надоест такая вариация приготовления, думаю, что попробуем с томатной пастой. Я, кстати, не знаю вообще делают с майонезом или нет. Мы сами так захотели, потому что это вкусно, когда овощи покрыты майонезом. Все. Так это все дело выглядит. Сверху я еще добавлю немножечко перчика, потому что черный перец очень хорошо сочетается с овощами. Вот так вот. Ну все. Все, в таком виде отправляем в духовочку и будем все это выпекать. Выглядит это вообще очень аппетитно. И, честно, уже хочется это все дело скушать, потому что пахнет уже безумно вкусно. Вот. Нужно еще потерпеть и все это дело запечь. Еще сейчас будем готовить такое мяско. Было ВТВ по акции. С теплом. Вот. Я уже смазала противень маслом. По акции, потому что в ходе сургольности сегодня, но нам не принципиально, потому что мы сейчас сразу его приготовим. Хостенький. Ну, да, как есть перец такой красный. Вот такие вот шмотки. В шкурочку. Вот такие вот красивые. В маринаде уже. Такие достаточно крупные. Так вот. Так вот. Все, теперь тоже в духовочку будем запекать. Все, наша картошечка запеклась, так это все аппетитно выглядит. Так что позже будем пробовать, когда приготовится уже мяско. Пахнет безумно вкусно, думаю это очень и очень вкусно. Так вот все хорошо запеклось, там еще внизу второй слой есть у нас. Все овощи мягкие, лучок, картошечка, в общем красота. Значит нашли рецепт в интернете печенье из творога. Вот сейчас хотим попробовать приготовить его, сюда добавили масло, творог добавляем и теперь нужно сюда муку еще добавлять и все это нужно вымешать. Сейчас будем пробовать, что из этого у нас получится. Потом, когда уже вымесим тесто. Все, вот такой шарик теста у нас получился. Теперь, как указано в рецепте, кладем в пищевую пленку, наносится пакетик и в холодильник на 1 час. Мясо уже запеклось, здесь уже нет одного кусочка, потому что мы уже попробовали. Безумно вкусная. И картошечку уже тоже кушали, тоже очень вкусная. Так что, если вы любите какие-то необычные вкусы, то можете пробовать готовить. С овощами безумно вкусно. И мяско, конечно, тоже очень вкусное. По вкусу, как копченое немножко мяско. Так что, если вам тоже такое попадется, то возьмите, попробуйте. В общем, мы уже приготовили печеньки. Уже сидим хрустим с чайочком. Безумно вкусные. Так что, обязательно приготовьте. Продолжение следует...